Ты и я Необъяснимо, но когда приходит ночь Ночная жизнь сможет в этом ей помочь И разрывает в будних дней порочный круг И убегает в круг подруг Она всегда верила в свои мечты И так боялась одинокой пустоты В ее глазах ярок блеск ночных огней Но мои мысли все о ней Она звездою хочет стать Только сложно Перед соблазном устоять Невозможно Ты и я В ловушку попадаем Ты и я Еще всего не знаем наших чувств Не замечаем и пока В любовь играем Ты и я В ловушку попадаем Ты и я Еще всего не знаем наших чувств Не замечаем и пока В любовь играем Так быстро день Заново сменяет ночь От суеты Хочется умчаться прочь Ты все решила Это не остановить Ты все готова Покорить Ты повернуть Это время Хочешь стать Но так боишься Снова все с нуля Начать И снова манит Яркий блеск Ночных огней Но мои мысли Все о ней Она звездою хочет стать Только сложно Перед соблазном устоять Невозможно Ты и я В ловушку попадаем Ты и я Еще всего не знаем наших чувств Не замечаем и пока В любовь играем Ты и я В ловушку попадаем Ты и я Еще всего не знаем наших чувств Не замечаем и пока В любовь играем МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Привет, Саша! Мы с тобой не виделись достаточно давно в этой студии. Рассказывай, как дела, как настроение? Дела у меня, как всегда, отличные, настроение тоже замечательное. Это сразу заметно по внешнему виду, по энергетике, которая от тебя исходит. После первой песни, которую уже успели оценить наши зрители, думаю, все понятно, что у тебя все хорошо. Чем готов порадовать своих поклонников, например, этим вечером? Ну, этим вечером однозначно я порадую своих поклонников новыми песнями, отличной музыкой, новостями и, конечно же, замечательным, интересным общением с тобой. За кулисами удалось узнать, что сегодня Виталий Соло подготовил для нас несколько пример и несколько эксклюзивных материалов обо всем по порядку в течение часа. Но, знаешь, с чего бы я хотел начать сегодняшний вечер, сегодняшнюю беседу с одной главной новостью. Она имеет отношение к международным музыкальным. Как бы пафосно это ни звучало. Недавно соцсети буквально взорвались новостью о том, что ты, певец Виталий Соло, получил письмо от самой королевы Великобритании Елизаветы II. Скажи честно, это фейк? Нет, это не фейк, это действительно так. Тогда, я думаю, что, ну, эксклюзивно хотелось бы узнать все детали и подробности. Как так получилось, что ты, как вы вообще познакомились с королевой Елизаветой II? Ну, лично я с ней не знаком. Начну с того, что, да, действительно, я получил письмо благодарственное от Ее Величества Елизаветы II, королевы Великобритании. Благодарственное письмо в ответ на ранее высланное мной видеоматериалы. Покажи уже это письмо, и оно у тебя в руках. Добрые слова в ее адрес. Air mail, royal mail, все как положено. Можно даже подержать, да? Конечно, нужно. Можно даже и прочесть. Можно и прочесть, да. Пока я раскрываю письмо, ну, вообще, расскажи, как эта история началась? Ну, вообще, изначально я должен был выступать на празднование Дня Рождения перед Ее Величеством, но в связи с эпидемиологической ситуацией, вот, в мире, во всем, границы были закрыты, это сделать не удалось. Как ты получил приглашение на День Рождения самой королевы Елизаветы II? Ну, это все благодаря нашим друзьям, и, как ты говоришь, международному сотрудничеству, друзьям из шоу-бизнеса в Великобритании. Вот. В общем, что тут написано в этом письме? Давай я немножко поясню. Во-первых, то есть, Елизавета II не отвечает сама лично, то есть, своей рукой, то есть, на письма. У нее есть штат секретарей, которые помогают ей это делать. И с ее слов, то есть, да, они записывают, отправляют. Она диктовала, а они писали. Уважаемый мистер Соло, королева желает поблагодарить вас за ваше письмо и любезное послание, а также за DVD, которые вы приложили. Ее Величество высоко ценит ваши мысли о ней. В настоящее время надеются, что вы будете в эпидемиологической безопасности в нынешней ситуации. Кстати, об этом поговорим попозже. Еще раз хочу поблагодарить вас за запись этого диска специально для королевы Елизаветы. Вот, слушай, а вот когда получил это письмо, ну, сразу поверил, что... Была мысль, ребята, вы серьезно? Нет, ну, поверил-то я сразу, но для меня все равно это было шоком, потому что письмо пришло уже не сразу, оно пришло там через несколько месяцев. Я открывал дрожащими руками то есть это письмо и снял это все на видео, чтобы, собственно, показать это своим поклонникам. Еще своих поклонников в соцсетях заинтриговал. Что же в этом письме? Тянулась эта интрига? Ну, по-моему, ну, пару недель так точно. Ну, не пару, но неделька, да. Но все-таки надо было разжечь любопытство, что же там в письме. Как эта история? Получает ли продолжение? Продолжаете ли поддерживать связи со дворцом, с... Ну, с людьми, которые пригласили меня поздравить Ее Величество? Конечно же, мы поддерживаем связи. Ну, все будет зависеть от нынешней обстановки все-таки в мире. Я думаю, что все будет отлично. Тут вот секретарю указали, что поблагодарили за DVD, который ты отправил Ее Величеству. Что там было? Что представил нас у королевы? Там, конечно, было мое выступление, то есть мои песни. Ну, и добрые пожелания в самом письме непосредственно. А вот расскажи, как проходил отбор тех композиций, тех песен, того видео, которое должна увидеть королева? Ведь, наверное, тоже очень большая ответственность. Сложный вопрос. Ответственность в любом случае колоссальная. Но я представил свои песни, и такого очень острого и сложного отбора песен, то есть песенного материала не было. А до этого, может быть, изучал, что слушают вообще в королевстве, во дворце? Какие музыкальные предпочтения у самой королевы? Ну, как сказать... Что ей нравится? Тут вообще очень сложно сказать, то есть изучал ли я, поскольку если меня пригласили выступить, то, значит, мое творчество в целом было оценено высоко в Великобритании. Вот, и это самый главный критерий, наверное, потому что Ее Величество приглашает к себе многих артистов интересных, то есть музыкальным каким-то новым материалом. Она достаточно прогрессивный человек, вот, она недаром является кумиром многих миллионов людей. Это приглашение, вот, которое не состоялось, сорвалось из-за эпидемиологической ситуации, оно остается в силе или все нужно будет начинать заново? Отправлять диск, ждать ответ, ждать приглашение? Ну, возможно, там и надо будет что-то заново, как говорится, отсылать, но это скорее не со мной связано, это связано с людьми, которые предложили мое выступление, Ее Величество. Ну, по-моему, от таких эмоций просто можно сойти с ума, как считаешь? В некотором смысле слова, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я знаю, я знаю, я знаю, я твой герой, твой герой Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, я твой герой, твой герой, твой герой, твой герой Ночь надеждой манит нас, все как будто в первый раз, но расстояния не важны, но наши чувства Нам нужны... О котором вы узнаете сегодня впервые, ну и, конечно же, премьеры Так вот, продолжая тему актуальную на день сегодняшний, поликлиники переполнены, многие уходят на больничные Эпидемиологическая ситуация, вот даже королева Великобритании пожелала тебе оставаться в безопасности Вот в этих непростых условиях ты, пожалуй, один из немногих, кто продолжает, судя по твоим соцсетям, и работать в студии, и что-то пытаться записывать и снимать, и устраивать фотосессии и так далее Ну да, это так, наверное Вообще, у меня сейчас происходит очень много чего интересного Очень много работы, как говорится, она кипит, бурлит Я снимаю видео, записываю новые песни, потом этим всем делюсь, конечно, со своими поклонниками в социальных сетях То есть ты, если я правильно понимаю, хочешь сказать, что у тебя очень крепкий иммунитет, и никакая простуда, никакой вирус тебя не возьмет Нет, ну почему же? Ну скажи честно, в этом сезоне болел простудными заболеваниями? Ты знаешь, даже несмотря на то, что я вообще очень сильно слежу за своим иммунитетом, я таки попал, наверное, в этот коронавирусный тренд, а следом уже и вся моя команда Так что да, я переболел коронавирусом, вкус и запах я еще до сих пор восстанавливаю, как говорится Да ладно Он восстанавливается Но я знаю, что и ты тоже переболел совсем недавно Ну, как мне рассказали врачи, у меня было обычное ОРВИ, так что... Ну у меня, слава богу, все прошло в более легкой форме Про иммунитет Как поддерживаешь, вот ты сказал, что стараешься всеми силами Расскажи, делись секретами, как поддерживать иммунитет от Витали Соло Витали Соло поддерживает, ну рецепт прост Я поддерживаю... Вот лимоном, эхинацеей, медом, чесноком Вот я еще слышал, что для того, чтобы поддерживать иммунитет в норме, нужно кушать как можно больше сала Нет, я не знаю, я еще комплексные витамины принимаю Отлично Имбирь, чеснок, мед Достаточно хороший набор А есть ли, например, у тебя какой-то фирменный рецепт чая? Который, ну скажем так, чай здоровье, чай иммунитет, чай фулл витаминс от Витали Соло Я понял Ну не суть, я хотел спросить, может быть у тебя есть свой фирменный рецепт чая, и ты со мной поделишься Есть Я как раз, может быть, попробую Есть Берешь Давай Индийский зеленый чай Добавляешь туда немножко имбиря, немножко гвоздики, немножко корицы Можно, если, конечно, есть в наличии, добавить немножко шафрана, немножко меда Ну и, что я забыл назвать, ну и, наверное, немножко куркумы, которая придаст цвет и вообще полезна со всех сторон Завариваешь все это дело, ну и наслаждаешься этим вкусом Круто, я попробую Друзья, хотели узнать фирменный рецепт иммунного чая от Витали Соло А узнали от Александра Рассказал я свой рецепт чая, ну основа все-таки зеленый чай То, что еще помогает спасаться от различных вирусных и коронавирусных инфекций Об этом везде не только советуют, но и требуют, это маски У многих, вот согласись, они стали уже каким-то модным аксессуаром У тебя есть коллекция масок или традиционно одноразовые, которые в аптеке продаются синяки? Скажи, у меня есть маска, но для меня это скорее не модный аксессуар, а средство защиты, да, в первую очередь Отлично, музыки давно не было в нашем эфире Я так тоже думаю Следующая композиция называется «Самолет» Любимый вид транспорта или... Нет, эту песню я написал, скучая по близким мне людям, поскольку я постоянно нахожусь в разъездах И написал я, кстати, в самолете, когда шел он на взлет Так быстро? Ну, в принципе, пришла вот идея, я сел писать, то есть, ну, дальше понятное дело Не быстро Ну, друзья, пришло время немножко полетать вместе с Витали Соло в самолете Ну, хоть и в песне, но все-таки наш эфир продолжает сам песня Я сегодня здесь, в завтракам И все сложнее, делить мир пополам С тобой мир наполняется теплом Хочу все это повторить, с тобою быть, тебя любить Я помню то, о чем нельзя забыть Мы с тобой так похожи Любящих, так сердце всхожи Друг без друга мы не можем И пульс при встрече бьет под кожей Я сажусь в самолет Я сажусь в самолет Нужно расстояние Оказаться вдвоем Есть одно желание Кто Ответит, что же нам дано Ведь в жизни все Не как в кино С тобой Мы словно суша и прибой Готов часы остановить, чтоб это снова повторить Я прилечу Однажды за тобой Мы с тобой так похожи Да любящих, так сердце схожи Но друг без друга мы не можем И пульс при встрече бьет под кожей Я сажусь в самолет Под лучом заката переполненный чувств Словно концентратом Только преодолеть Нужно расстояние Оказаться вдвоем Есть одно желание Я сажусь в самолет Под лучом заката переполненный чувств Словно концентратом Только преодолеть Нужно расстояние Оказаться вдвоем Есть одно желание Продолжение следует... Наш эфир продолжается, и пока мы вместе с Витали Соло летали в его самолете, в его песне, он успел как раз переодеться, сменить свой образ, внешний вид. Не могу не поинтересоваться, кто тебе создает сценические костюмы, сценические образы, потому что, обращая внимание, всегда вот один и тот же уже сложившийся стиль, который тебя отличает от остальных артистов, делает узнаваемым. Рассказывай, с кем из модельеров сотрудничаешь? Ну, модельеры разные, собственно, сам дизайн отрисовываю я. Да ладно? Да, эскизы даю уже дизайнерам для воплощения, ну, уже в физическом варианте. Дизайнеры всегда соглашаются с тем, что тебе нужно? Или все-таки какую-то коррективу вносят? Ну, иногда и вносят, то есть какие-то корректировки, но это очень так несущественно, им нравится, что я им предлагаю сотворить. Слушай, а можно ли уже, например, заглядывать в обозримое будущее, что скоро появится линейка одежды от Витали Соло? Ну, как знать. Все может быть. Вернемся все-таки к музыкальному творчеству. С какими композиторами, музыкантами, аранжировщиками ты сотрудничаешь сегодня? Ну, я уже давненько не сотрудничаю ни с какими композиторами и авторами текстов песен. Я пишу сам и тексты, и музыку. Но это связано прежде всего с тем, что мне хочется самому выражать свои чувства и эмоции и делиться с ними, со зрителем. Ну, раньше, я помню, у тебя были тесные творческие союзы с различными композитами. Что так? Перестали находить общий язык или все-таки... Да нет, мне предлагают. Та история, что лучше, чем сам, никто за тебя это не сделает. Ну, в некотором смысле слова, ты прав. Но все же, то есть мне предлагают исполнить какие-то песни, записать новые, в смысле, для меня специально написанные. Но вот как-то сейчас я, наверное, окунулся в себя и понял, что это как-то откликается в сердцах моего слушателя, моих поклонников. И, собственно, делаю это сам. Ты сегодня, да, и я в начале эфира заявили о том, что будет много премьер. Вот. И хотелось бы немного поговорить о премьерной композиции, которая прозвучит следующая. Называется она «Я сошел с ума». Да, действительно. Ну, это одна из самых последних моих песен новых. И действительно называется «Я сошел с ума». С чего такое название? Это, ну, как бы, последствия долгого пребывания в карантине и самоизоляции, или? Нет, ты знаешь, как-то накатило вдохновение, то ли вечер удался. Вот пришло вдохновение, я написал такой текст. А, возможно, всему виной. Да, может быть, и самоизоляции немного. Что это за история? По какой причине можно сойти с ума? Ну, история все одна. Одна и та же любовь. Ответная или безответная? Ну, слава богу, ответная. Счастливая или несчастная? Ну, счастливая, счастливая. Счастливая в целом. А, ну, сегодня она будет исполняться, я так понимаю, впервые вообще, а, ну, как бы, не только в этой студии. Или уже где-то звучало? Аудиопремьера, то есть, состоялась только в социальных сетях. Она действительно услышит, увидит свет только лишь в телепередаче. Скажи, а перед премьерами волнуешься? А ты как думаешь? Ну, я думаю, что да. Ну, у каждого человека, у каждого артиста это бывает по-разному. Кто-то говорит, ну, да, ладно, для меня выход на сцену, это ничего серьезного, ничего страшного. Ну, ты сам все знаешь, видишь. Наоборот, говорят, что, ну, да, перед каждой премьерой каждый раз, как первый раз. Да, так и есть. Но оно действительно так. Меня часто спрашивают, а вот перед концертом, перед выступлением ты волнуешься? Я говорю, волнуюсь. По вам не скажешь. Я говорю, чего? Ну, вот такой вот прям. Вы живете на сцене? Я говорю, я-то живу на сцене, люблю сцену, обожаю. Но, тем не менее, я переживаю, чтобы слушатели и зрители ее хорошо приняли, чтобы, собственно, сделать все, что я задумал. Ну, я думаю, что и сейчас наши зрители хорошо примут премьеру. Не только в проекте «Добрый вечер, Гумель», но и вообще. Исполняется на публику, так сказать, впервые. Виталий Соло с композицией «Я сошел с ума». Давайте послушаем. Исполняется на публику, так сказать, впервые. Исполняется на публику, так сказать, впервые. Всем луна и готов любой встретиться с тобой. Взгляд твой в сумраке ночей любого Объединяет и на все готовый. Взгляд твой в сумраке ночей любого Объединяет и на все готовый. Я сошёл с ума, голос твой, как мёд. Я сошёл с ума, я твой раз, а ты мой вонс. Самый лучший на миг, тот, когда в ночи, мы с тобой вдвоём, свет одной свечи пробегает по телам в любви. Но не знает, что у нас в крови. Взгляд твой в сумраке ночи любого, обвиняет и на всё готовый. Я сошёл с ума, голос твой, как мёд. Я сошёл с ума, я твой раз, а ты мой вонс. Я сошёл с ума, голос твой, как мёд. Я сошёл с ума, я твой раз, а ты мой вонс. Я хочу поздравить тебя с премьерой. Ты, знаешь, стоял, слушал за кулисами и мне показалось, что это рождение нового хита, как считаешь? Я так тоже думаю. Когда пишешь, создаёшь новую песню, придумываешь текст, придумываешь музыку, есть ли ощущение, будет это хит или нет? Ну, всё сложно. Или ориентируешься на мнение со стороны? Нет, я прислушиваюсь себя, своего саунд-продюсера и своего продюсера. Ну, собственно, всё. А дальше уже в ход вступают эмоции. Ну и, собственно, рождается песня. В соцсети. Да. Сейчас вот у многих людей, у медийных тем более, огромная часть жизни проходит в соцсетях. И ты не исключение. По-моему, проще назвать те соцсети, где твоё имя и твоя персона не фигурируют. Вот. Когда вот выкладываешь премьеру в социальных сетях, ориентируешься на то мнение, которое тебе пишут твои подписчики? Ну, в целом, конечно. То есть меня... Как сказать правильно? Я прислушиваюсь адекватной критике, если она есть. Хотя я очень немного. Но, тем не менее, да. Мне интересно мнение моего слушателя, моих поклонников. А вот интересно, о чём ты своим поклонникам рассказываешь, вот помимо того, что презентуешь песни или какие-то свои клипы? Ну, ты знаешь, вообще я стараюсь по возможности делиться всем, что происходит в моей жизни, а особенно в творческой жизни. Вот. Выкладываю видео, записываю из студии, соответственно. Им вообще, то есть моим поклонникам, очень интересно наблюдать за процессом создания песен. Это очень приятно. Сам отвечаешь, ну, скажем так, как говорится, в директ или в личку? Или как у королевы Елизаветы у тебя есть тоже секретарь? Нет. На своих личных страницах в социальных сетях я, конечно же, отвечаю своим поклонникам. Может быть, не сразу, потому что не всегда хватает времени, но всё равно отвечаю. Поэтому со мной, да, можно пообщаться где-то в социальных соцсетях. Ну, ты так говоришь, поклонники такое ощущение, что вот никогда не сталкивался с таким понятием и с такими людьми, которых в соцсетях называют хейтеры. Ну, конечно, сталкивался и сталкиваюсь. Я думаю, что это вообще… Вот что пишут? Нюанс. Я не обращаю внимания, что пишут. Вот откровенно признаюсь. У меня такой разговор короткий. Вообще, мир Витали Соло в социальных сетях – это такая, знаешь, мир отличного настроения, и как только появляется какой-либо хейтер, хотя у меня очень мало хейтеров, так скажу сразу, это залётные, и как только появляется какой-то хейтер, то мои поклонники сразу же набрасываются, в защиту вступают, ну, а я уже вслед в защиту своих поклонников вступаю и заношу… И защищаешь своих поклонников и те же самые хейтеры. И заношу хейтеров в бан. Да, у меня с ними такие… Разговор короткий. Слушай, ну, по-моему, без хейтеров, например, было бы… Ну, мир в соцсетях был бы гораздо однообразнее и скучнее. Не находишь, что хейтеры, они тоже в какой-то дозированной степени должны быть? Ну, может быть. Ну, чтобы в какой-то момент взбодрить. Ну, вот у себя я этого не допускаю, у меня разговор короткий, сразу в чёрный список. Не, ну, в конце концов, если даже тот же хейтер обратил на тебя внимание, то это уже можно считать… даже дизлайк можно считать лайком. По-моему… Ну, я тут не говорю про дизлайки, то есть, пожалуйста, то есть, да, есть мнение людей, и они могут его выражать таким образом… Было бы гораздо лучше, если бы на тебя просто не обращали внимания. Ну, на меня, слава богу, обращать внимание очень хорошо. И хейтеров в том числе. Ну, очень мало, честно говоря, очень мало. Давай послушаем ещё одну музыкальную композицию, а после, друзья, после продолжим тему социальных сетей, потому что, в частности, в «Одноклассниках» и в «Вайбере» появились стикеры «Витали Соло», что это такое, расскажем и покажем сразу после композиции, которая называется «Дай». Да, давай добавим огня в студию. Ты этой ночью не уснёшь, задержи дыхание, все сомнения откидывай прочь, войди в оберин желаний. Улетаем с облака, и за грани привычного мира чувствуй, как хочу я тебя, будто бы застрела амура. Дай мне насладиться, дай в тебя влюбиться, дай немного страсти, и ты будешь в моей власти. Дай мне насладиться, Дай тебя влюбиться, Дай тебя влюбиться, Дай немного страсти, и ты будешь в моей власти. Третья Горит огонь у нас в сердцах Пусть нам давенье мы вдвоем И счастью нет предела И каждый раз, как за подню Мы попадаем телом Дай мне насладиться Дай тебя влюбиться Дай немного страсти И ты будешь в моей власти Дай мне насладиться Дай тебя влюбиться Дай немного страсти И ты будешь в моей власти Нам этой ночью не дослилась Своих желаний Жизнь от себя Да, в этом танце нам бы остаться В жарком дыхании, нежном красоте Мы под луной Вместе с тобой так близко Нам всегда было мало Нам всегда было мало Так пылаем внутри Так пылаем внутри Эту цепь разорвала Эту цепь разорвала Появление зари Появление зари Дай мне насладиться Дай мне насладиться Дай тебя влюбиться Дай немного страсти И ты будешь в моей власти Дай мне насладиться, дай в тебя влюбиться, дай немного страсти, и ты будешь моей власти. Дай мне насладиться, дай мне насладиться, дай мне насладиться. Дай мне насладиться, дай мне насладиться, дай мне насладиться. Вот что я обнаружил, в частности, в социальной сети Одноклассники. Я там тоже есть. В Вайбере, кстати, так и не нашел, но твой анонс в социальных сетях, что запускается сюрприз стикер-пак Витали Соло. Вот, если я правильно нашел. Вот они. Да, это действительно они. Расскажи, как пришла эта идея? И, ну, как бы, что с ними делать дальше? Ну, странный вопрос, что с ними делать дальше, общаться при помощи стикеров. Хорошо, с первой части вопросов. Как пришла идея? Ну, мне захотелось сделать сюрприз для своих поклонников. И, действительно, я анонсировал выход фирменных стикеров «Витали Соло», где изображен я с разными эмоциями, ну, конечно, соответствующими надписями. Есть даже такие интересные стикеры, как... Даже не знаю, что сказать. Доброе утро, приветик, сладких снов, пока. Что? Чтоб я когда-нибудь еще, я предохраняюсь, это интрига. Вот. По-моему, прекрасный набор для того, чтобы построить... Набор постоянно пополняется. Там даже есть необычные такие стикеры. Например? С надписями «Не тормози», где я цену себя закалстук. Также «Пошалим». Ну, «Не тормози» — это по названию песня. Да, собственно, послужила песня. Для того, чтобы найти эти стикеры, например, в Вайбере, что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо... Ставить твоим подписчиком или зайти в магазин стикеров, скачать их. Ну, все просто. В Вайбере, то есть, стикеры еще не появились. Поэтому я их там и не нашел. Они вот-вот, то есть, должны выйти, да, и ссылочку уже на установку самих стикеров в Вайбере мы совсем скоро опубликуем в социальных сетях. А вот в «Одноклассниках», да, очень активно пользуются мои поклонники, им очень нравится. Кстати, социальная сеть — великая сила и в творческом плане, и в сотрудничестве тоже, в частности, вот в твоем музыкальном направлении. Ведь помнится история, по-моему, полуторалетней давности, которая, кстати, заинтриговала нас в книгу рекордов в Беларуси. Именно в соцсети познакомили тебя с американским DJMP The Poly. Да, это действительно так. Кстати, вот пытались мы выйти на связь, но не получилось, потому что мистер Пи, видимо, занят более важными делами, например, подготовкой к Рождеству и к Новому году. Как продвигается работа в плане сотрудничества с этим артистом? Ну, откровенно говоря, сейчас, в связи с этой сложной ситуацией в мире, мы приостановили пока наши проекты совместные с мистером Пи за поле, хотя мы поддерживаем отношения, переписываемся, узнаем друг о друге, как, кто себя чувствует, что происходит в жизни. Как мистер Пи себя чувствует? Ну, слава богу, отлично. Это великолепно. Вот. Но уже, когда все поутихнет, мы, конечно же, продолжим сотрудничество по проектам. Ну, а прямо сейчас я бы хотел вспомнить одну из ваших композиций «Fake View». Музыку и слова написали совместно ты и мистер Пи за поле. Хотелось бы ее услышать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много ли людей откликнулись на этот флешмоб? Уже начали твои поклонники, ну или хейтеры присылать какие-то свои видео? Ну, видео уже начали присылать, ну а некоторые еще все тренируются Ну, собственно, идет работа, люди вовлеклись Давай сейчас своим примером покажем, что же нужно сделать, чтобы также стать участниками флешмоба Я тоже тебе предлагаю подвигать немного бедрами, показать, как же это выглядит, да, и что нужно делать. Да, конечно, только я вот ни разу не исполнял этих движений и даже не знаю, что от меня требуется. Давай, где мне встать? Давай я сначала вообще расскажу, что идем ко мне. Ура! Наконец-то я тоже попал на эту сцену. В общем, для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо станцевать мой фирменный танец на припев моей новогодней песни Happy New Year. Фирменный танец на припев фирменной песни. Да, то есть, соответственно, повторить за мной. Вся подробная информация находится на моем официальном сайте vitalioficial.by. Кстати, предлагаю, ребята, вам поспешить, потому что завтра последний день приема видеоматериала. Самое вкусное, мы уже говорили о том, что лучшие видеоролики попадут в новогодний эфир «Добрый вечер, Гомель». Раскрыл еще одну интригу, ладно, давай переходим к танцам. Давай. Значит, ты же в душе был. Знаешь, как натираться мочалкой, да? В спинку. Вот так вот. Да, в спинку. Только ручки. Вот так вот. Да, то же самое. Возьми только руки ниже. То есть, давай потренируемся. Значит, вот. И все это под музыку, да? Потом берем вот так. Потом спинку трем. Потом вот так. Потом в обратную сторону. Да. Значит, а перед этим мы с тобой ловим снежинки, когда я начинаю петь. Как ну? Happy New Year, мы повторяем вместе. А дальше... Happy New Year. Дальше пойдут вот эти движения. Окей. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом в ад. Лучшее возможно для каждого из нас. Happy New Year, мы повторяем вместе. Happy New Year, мы повторяем песню. Happy New Year, мы будем вместе. Happy New Year, 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 Happy New Year. С твоего позволения я покину сценическое пространство. Надеюсь, я флешмоб не испортил, но от себя сейчас... Я уверен, нет, зрители оценят. ...песня, которая продолжит наш эфир. Я сейчас исполню единственную в своем репертуаре балладу. В основном у меня танцевальная музыка, ну, а это такая вот баллада о любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И только до рассвета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш эфир продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Мир поп-музыки очень разнообразен и там очень большая конкуренция. На твой взгляд, каким должен быть артист, чтобы на самом деле зацепить зрителя, чтобы он скачал или послушал именно твою песню, купил билет именно на твой концерт, посмотрел именно твой клип и в конце концов отдал свои деньги за твой компакт-диск? Ну ты знаешь, вообще мир шоу-бизнеса это сложная вещь То есть всему приходится учиться, все приходится пробовать И очень непростая, оттуда берутся песни «Я стал сильнее» и прочее Да, да, кстати, да Действительно это сложный вопрос Мне вообще кажется, что в нынешней ситуации эпидемиологической Это вообще своего рода для любого артиста Наверное, такой инстинкт самовыживания должен какой-то срабатывать Проверка на прочность Это действительно так Поэтому каждый артист должен чем-то удивлять Добавлять ярких красок в жизни своих поклонников И это порой нелегко сделать, но тем не менее возможно Чем ты готов, способен удивлять своего зрителя? А то того и глядишь, что появится новый артист, они и убегут Как от меня можно убежать? Я хочу сказать, что ты сегодня сам заявил, ну как заявил, сказал О том, что ты один из немногих артистов, который продолжает что-то делать Совершенно верно Ну это действительно так И я стараюсь удивлять, как-то делать жизнь своих поклонников яркой, интересной, насыщенной Ну надеюсь, что у меня все отлично получается, я их очень ценю и люблю Ну кстати, в том же инстаграме твои поклонники, да, ты наверное уже увидел Вот я больше зрителям рассказываю Создали даже аккаунт, который сами ведут, сами отслеживают то, что происходит в твоей жизни Ну есть и такие, у меня еще команда работает Такие новости, что казалось бы, но об этом знает только артист лично сам и возможно его семья Откуда, ребята, вы узнаете эти подробности? Ну вообще в интернете очень много информации обо мне А что-то, допустим, мы поклонниками самостоятельно даем Допустим, какую-то информацию такую вот интересную Ту, которую я, допустим, не всегда афиширую на личных страницах То вот мы можем где-то так закадровый бэкстейдж какой-то им прислать То есть, что есть такое вот интересное дело, вот вам, пожалуйста Но они безумно счастливы, соответственно, они выкладывают и ведут творческие страницы Как ты считаешь, это тоже один из способов, скажем так, оставаться артисту на плаву? Ну не только же песнями? Ну безусловно, я снимаю то, как я готовлюсь к передаче «Добрый вечер, Гомель» в частности Снимаю то, как ведется работа по записи песен в студии И моим поклонникам очень интересно наблюдать за этим процессом создания песни Где-либо я еду, фотографии, фотосессии какие-то проводим специально для поклонников Ну, чтобы порадовать их Вот новые песни записываем, выпускаем Ну все это стремление украсить жизнь своих любимых поклонников Я тебе желаю продолжать в том же духе И программа, к сожалению, подходит к своему логическому завершению Эфирный час заканчивается Но то, что касается композиции, еще одна премьера у нас заготовлена Это песня под названием «Я твой» Немного расскажи создание, историю, как создавалась эта песня и о чем она Ну и интересна не сама история создания, а, наверное, то, что когда велась работа по записи песни в музыкальной студии Я записал видео из студии и выложил это в интернет Но, соответственно, моим поклонникам это очень понравилась песня И они сразу же забросали сообщения Лайками С комментариями, лайками в том числе Бличку И говорят о том, что, ну, буквально каждая девочка, девушка хочет слышать свой адрес Такие слова Признаюсь откровенно, я не посвящал эту песню никакому конкретному человеку Я написал все, что было у меня на душе и на сердце в тот момент Вот понимаешь, сколько сейчас мечтаний ты разрушил Не посвящал никакому конкретному человеку А многие ведь думали А вот сейчас все подумают, что... А вот он сейчас после передачи подумает И точно и однозначно он поймет, что он посвятил эту песню мне Ну, ладно, вначале хотелось бы услышать премьеру этой песни И не где-то, даже не в соцсетях, а именно в студии проекта «Добрый вечер, Гомель» в твоем онлайн-концерте Но прежде чем она прозвучит, я хочу тебе сказать огромное спасибо За то, что заглянул к нам на огонек Рассказал много интересного Показал письмо от королевы Представляешь несколько премьер Буквально через пару мгновений она прозвучит Вам же, дорогие друзья, хочу сказать спасибо, что весь этот вечер были с нами Напомню, что завтра будет новый добрый вечер Безусловно, он будет добрым Ну, а на сегодня я говорю вам пока И заканчиваем этот вечер премьерой в исполнении Витали Соло Композиция называется «Я твой» Загляни небоса и увидишь Что значишь ты для меня Пусть не со мной И не знаешь, что пою для тебя Но я лишь твой Будь со мной, не уходи Пусть и на Между мной и тобой Мне позволь за тобою прийти Пусть не знаешь меня Я приду за тобой Ты же видишь меня Ты же знаешь, я твой Пусть не знаешь меня Я твой Я твой Я твой Я твой Ты хочешь заклянуть в мое сердце И увидеть, что там Поверь, это просто Там кипят океаны Тебя зову же я сам Сделай шаг мне навстречу И мы будем вместе Поцелуй же меня И я сдамся сам Я сдамся сам Пусть не знаешь меня Я приду за тобой Ты же видишь меня Ты же знаешь, я твой Пусть не знаешь меня Я приду за тобой Ты же видишь меня Ты же знаешь, я твой Я твой Я твой Я твой, я твой Ты хочешь заглянуть в мое сердце И увидеть, что там Сделай шаг мне навстречу И сольются два сердца Посмотри, все завидуют нам Пусть не знаешь меня Я приду за тобой Ты же видишь меня Ты же знаешь, я твой Я твой, я твой Я твой, я твой Я твой, я твой, я твой Я твой, я твой, я твой